Время 6 утра, отправляемся в путь на острово Самет. Автостанция на Кончай. На тубаретке мы будем сидеть легких путей и ищем. А с ногами у нас полный порядок, они у нас есть. Небеста наши ни на каких ни на тубаретках. Экономия почти 900 бат. Здесь вас встречает чудесная женщина. Здесь мы с ней ночевали 5 лет назад. А еще моя бабушка бы сказала, что она бесстыжая. В общем, покатаемся по острову. Какая сказка. И в нашем рационе лапша таширак. Здесь и креветки, и кальмары. Так что смотрите дальше. Все здорово. Все, давайте, мы болтали. Всем привет, друзья, солнечного Таиланда. Привет, ребята. С острова Самет. С вами, как обычно, Юрий и Ольга. Как мы здесь оказались? Да очень просто. Сейчас все расскажем и покажем. Время 6 утра, и мы с Олей околачиваем уже пороги нашего конда. А вернее, мы вызвали себе GrabTaxi. Впервые скачали приложение, оно на английском. Ломали голову с перевозчиком. И у нас все получилось. И посмотрите, какой красавец к нам приехал. Вот это Hilux. И мы на нем отправляемся в путь. Так сказать, прокладываем себе и кому-то из вас, возможно, новый маршрут. До острова Самет. Поехали. Если кто-то из вас подумал, что мы на такси поехали прямо на пирс, то он, конечно же, ошибся. Автостанция Накончай. Вот такое вот смешное название, куда мы приехали на нашем такси. Именно Накончай. Даже в гугле про нее пишут, что название действительно смешное. В общем, хоть Накончай, хоть Ненакончай. Маленькая станция, откуда мы отправимся в район. Оля покупает уже билеты. Билеты, кстати, по стоимости тоже разные. Одни на туборетке мы будем сидеть, а другие будут хорошие. Ну, ты уж прям наговорила на туборетке. Одни по 190, другие по 86. На таких маленьких станциях, как правило, все просто. Есть туалет за 2 бата, это здорово. И есть залы ожидания. Второй зал ожидания поменьше, с белыми креслами, которые как раз таки мы и выбрали в третьем ряду. Нам кажется, только когда ты путешествуешь самостоятельно, еще какое-то длительное время, тогда ты замечаешь какие-то мелочи. Ты ездишь с каких-то автовокзалов, смотришь быт тайцев. У тебя на это просто есть больше времени. Вот с такого класса автобус приехал, скорее всего, с севера, насколько мы понимаем. С этого вокзала можно уехать, приехать с Чингмая, Чинграй. Это северные районы. Вот такие там стюарты или стюардессы местные. В общем, такие дела, друзья. А это уже наша карета подана. Люди сейчас выйдут, и мы будем загружаться. Вот так выглядят наши места за 86 бат. Но они, в принципе, все так выглядят. Так что я не знаю, в чем разница. Может быть, здесь есть какие-то потайные еще места. Сидушки с подголовничками. Стюард подошел, выдал водичку с салфетками. Мы думали, это только задорого. Да нет. И места наши ни на каких ни на табуретках. Вообще хороший, комфортабельный сервис. Ребята, сервис. А с ногами у нас полный порядок. Они у нас есть. У Оли не достают даже до педали. То есть здесь расстояние огромное. Подстаканнички, мультимедиа-система. Есть еще большой телек. Автобусик вроде как и не свеженький. Но здесь все работает. Кстати, здесь электрокресла. Здесь они пододвигаются. Сидушки. Чуть ли не полулежа, полусидя. Вообще все супер. Все включено, короче. Шучим, конечно. Шампанская красная игра. Время 9 утра. И мы находимся на большом автовокзале города Районг. И это далеко не пирс, на который нам надо попасть. До пирса отсюда еще надо как-то добраться. И с этого автовокзала ходят автобусы за 100 бат по расписанию. До ближайшего автобуса примерно час. Мы хотим найти что-то пораньше. Такси отсюда идут за 300 бат. Это дороговато. Дороговато. В общем, пока я там ходил, разглагольствовал, Оля нашла тук-тук, на котором мы доедем до какого-то места. И там пересядем на другой тук-тук. И стоимость этого тук-тука 20 бат. Мы переписывались по гугл-переводчику с тайцем. И он сказал, садитесь на этот, он довезет до следующей остановки. В общем, вот эти все добрые самолетяне, которые находятся в тук-туке, они с нас угорают. Все с переводчиком нам показывают. Типа, не волнуйтесь, все будет классно. Доехали на нашем красном тук-туке до следующей автостанции в этом же городе район. Здесь нам надо сделать пересадку уже на другой тук-тук. Мы поедем вот на этом синеньком тук-туке через 15 минут отправления на пирс. Да ты что, и сколько, Оля, это будет стоить? 30 бат одного человека. Короче, с того большого автовокзала в районке мы доехали до этого за 20 бат человека, то есть заплатили 40, и отсюда заплатим по 30, то есть 60. Вот такая складывается у нас интересная картина. Ну, я думаю, мы подведем итог уже, когда будем на пирсе, купим билеты на паром. В общем, на этом Мейстер Шмидте и Судзу мы и полетим на пирс Бангхе. Сейчас он подкрепится, выпьет энергетика, я смотрю, и все будет хорошо. До отправления, например, на 15 минут, и в ближайшем Севани, буквально через дорогу, мы решили взять вот такие две приколюхи и вот такой шоколадный какой-то напиток. В виде перекуса такого утреннего, да, завтрак. 10.40 утра, и мы счастливы на втором тук-туке прибыли на пирс Бангхе, откуда мы отправимся на остров Самет. Кстати, здесь для отправления есть несколько терминалов, да, и там разное расписание паромчиков почему-то. И мы выбрали именно этот, запоминайте, если что, стоимость билетов туда-назад на человека 120 бат. То есть 60 бат на одного человека в одну сторону. Но в другом терминале нам тоже предлагали такую же сумму, но у них другое расписание. Здесь по-своему прикольно, везде морская тематика, сапборды какие-то, круги, лавки вот такие огромные, деревянные. Кстати, здесь на площади большой рынок как продуктов, так и каких-то вещей. В общем, здесь можно что-то прикупить в дорогу. Также есть купальники, исландцы. В общем, все, что вам нужно. Я думаю, здесь найдете. Вон, смотрю, можно взять какой-то фреш. Там же вон есть столики, кафе, можно покушать. Ну, а мы, в общем, ждем нашего отправления. Ну и пока мы ждем наш паромчик, решили поделиться с вами полезной информацией, во сколько нам обошлась дорога, скажем так, до острова Самет. Хотя мы еще туда не приехали. Я здесь накидал, чтобы не запутаться, потому что дорога была у нас небыстрая. В общем, такси из нашего Кондо до автовокзала Паттайе нам обошлась в 160 бат, которое мы вызвали утром. Автобус в район с того самого автовокзала, который называется Накончай, обошелся нам в 180 бат на двоих. Аж слюни летят. Первый тук-тук, ребят, первый тук-тук с того автовокзала до второго автовокзала, красненький тук-тук нам обошелся в 40 бат на двоих. И второй тук-тук, уже синий, до пирса в Анпье обошелся нам в 60 бат. На двоих. Да, на двоих. Здесь мы покупаем билеты за 120 бат в одну сторону на паром. На остров Самет. Итого, все это дело нам обошлось в 560 бат, ну скажем так, уже до острова. Все, что вы платите там, это платится везде. И туром, и не туром, и самостоятельно. Когда мы гуляли по Баттайи, нам попадали в руки брошюрки с местных турагентств. Цены на экскурсии, мы, кстати, их огласим как-нибудь попозже на некоторые, но поездка до острова Самет, трансфер, у них стоит примерно плюс-минус 500 бат на человека. В одну сторону. Да, это включая паромы, то есть 1000 бат на двоих, нам обошлось в 560, то есть экономия 440. Если теоретически ехать туда-назад так же, то экономия почти 900 бат, это где-то 2500 рублей. За эти деньги мы можем снять отель на одну ночь и переночевать на Самет. Но надо ли вам такое вот путешествие, такие заморочки, это решать вам. Но мы легких путей не ищем. Мы всегда любим путешествовать самостоятельно. Я думаю, вы это уже поняли. Сделали, я считаю, все равно доброе дело, поставили точку, можно доехать самостоятельно. Вы теперь это знаете, но решать, конечно же, вам. За это надо по-любому уже лайкос поставить. У нас уж лавочка трясется, видите, вот так счастливые и довольные. Да, это наш путь, наша дорога, наш опыт. Это и есть самые настоящие путешествия. Вот они такие самостоятельные. Ну, мы так считаем во всяком случае. Все, хватит, мы болтали. Наше время пришло, и мы идем грузиться на наш паромчик. Как вы понимаете, отсюда можно, конечно же, уехать и на спидботе. Это будет подороже. Это на сегодня не наша тема. Мы едем более простым вариантом. Посмотрите на этот антураж, на эти рыбацкие корабли на берегу. Половина из них уже отработали свое, и наполовину они уже в воде. Ну, здесь же очень много таких, которые готовы хоть сейчас отправиться в бой. По всей видимости, это и есть название пирса, от которого мы сейчас с Олей отправляемся. И здесь, на пирсе, есть две качельки. И в момент ожидания вы можете покачаться скромненько. С видами на эти кораблики, какие-то шхуны. Мы с Олей решили, что на втором этаже будет гораздо интересней. Ну, и виды, скорее всего, отсюда будут краше. Посмотрим. По дороге кушаем местные потайские ананасики. Они здесь просто безумно вкусные. Отдачь во ртовые. 30 минут на парамчике, и мы на острове Самет. И прибыли мы на пирс Надан. Его ни с чем, по-моему, здесь не перепутаешь. Вот такая длинная арка к выходу. И мы сейчас в не менее знаменитом месте, возле прекрасной женщины. Кто-то ее называет какой-то бабища. Ну, я считаю, что это неправильно. Разве можно женщину так обзывать? По-моему, вообще прелестная девушка. Моя бабушка бы сказала, без ты же, все на показ. Ну, как так можно? А моя бабушка бы сказала. Кстати, ребят, есть, конечно же, легенда, что знаю в двух словах скажу. Как я уже сказал, эта прелестная женщина своими чарами заманила под воду прекрасного принца. Принц под водой, недолго думая, познакомился там с русалкой и сбежал от нее на берег, на остров Самет. Они там с русалкой жили-поживали и нажили себе ребеночка. Ну, принц, видать, любил погулять. И через некоторое время он смотал удочки на большом пароме, который проходил мимо этого острова. Вот такой вот щеголь был, короче, еще тот. И на острове есть еще одна статуя, где именно та русалка с ребенком протягивает руки. Ну, якобы, где ты, мой муж? Куда ты свалил? Я тут что одна с ребенком сделаю? В общем, суть истории такова. Две женщины остались в горе, а мужик смотал удочки. Пусть с ребенком мы вам еще где-нибудь по пути покажем, я надеюсь. Она нам еще встретится. Ну, давайте уже пойдем гулять по острову и все по пути. Искать жилье, где мы сегодня будем ночевать. Да, мы же приехали вообще как бомжик. Как туристы. Ни жилья, ничего, под первой пальмой сейчас упадем и будем спать и есть там же. На выходе с этого пирса на остров надо приобрести билетики по 200 бат, так как остров Самет является национальным парком. Что мы и сделали, и, кстати, эти билетики надо сохранять, друзья, на острове у вас их могут проверить. И если вы их потеряете и у вас их не окажется, придется вам купить их по новой. И смотрите, только вышли два шага до любого отеля, вы здесь можете уехать на вот таком зеленом тук-туке, если, конечно, у вас отель забронирован. Ну и стоимость будет зависеть от того, как удален этот отель от этого места, на каком пляже. У нас нет ни отеля, нет ничего. Поэтому мы пока, наверное, пойдем пешком и будем по дороге что-нибудь искать. А возможно, байк арендуем. 100 бат. Возможно, байк арендуем и сразу поедем на байке. И на выходе, я думаю, вы уже заметили, есть магазин 7-Eleven. Их немного на острове. Здесь много аренды байков. Байк на сутки стоит 300 бат. У местных девчонок решили взять байк на сутки. Байки здесь, конечно, немножко подушатаны. Но ничего, мы потихонечку, в общем, покатаемся по острову. Вот такой вот 125-й Хонда Клик. На таких мы уже катались. Едем с ветерком по острову Самет. Проехав меньше километра, не могли не остановиться, увидев этот белоснежный пляж, эту изумрудную водичку. Вы посмотрите, только он как мука. От него так отражается солнце, какой антураж. И то, о чем я вам говорил. Вот она, та самая русалка. Протягивает ребенка в ожидании своего принца. Ну, а мы поедем искать себе место жительства. Первый пляж, куда мы с Олей приехали на нашем байке, это пляж Аочо. Пять лет назад мы были на острове Самет. И именно на этом пляже мы прожили два дня. Здесь есть замечательный отель. Он, конечно, не дешевый. Вот так он называется. Мы здесь, помню, тусили с Олей, валялись на их лежаках. Это, в принципе, тогда не возбранялось. Ну, сейчас мы узнаем здесь по поводу наличия жилья. Несмотря на то, что вчера была гроза, свет моря, конечно же, шикарный. Ну, и дальше идут барчики вдоль побережья. Смотрите, какие лежаки. Все так классно, уютно. Все-таки островная жизнь, она, конечно же, отличается. Здесь и настроение, я хочу сказать, совсем другое. Здесь другая атмосфера, релакс. Ребята, в это трудно поверить. Пять лет мы не были на острове Самет и приехав сюда. И как вы думаете, где мы будем жить? Именно в том домике, где мы жили с Олей пять лет назад. Здесь мы с ней ночевали. Здесь мы отмечали на этом пляже ее день рождения. И вот тебе на. Это случайность? Или это закономерность? Я не пойму. Здесь мы сидели, завтракали, купались на этом пляже. Возможно, для многих скажут, что такого ничего особенного. Какой-то курятник, домик бабки-ежки. Но нам нравятся вот такие места. Здесь можно завтракать, обедать, ужинать. Ну, давай, отломай еще дверь. Она здесь узенькая. Смотрите, мы заходим. Слева маленький холодильник. Ну, это, в принципе, нам ничего не надо. Кондиционер есть и хорошо. Есть бабушкино зеркало. Смотрите, какой антураж. Здесь все в таком старинном стиле. Свет здесь приглушенный, потому что работает одна лампочка. Есть вентилятор, диванчик. Но зато большая кровать с лебедем. Два окошка на такой маленький домик. Нам что надо? Приехать вечером и переночевать. Переночевать самое главное. Душ, туалет есть. А вот такой вот душик с туалетом. Кстати, он здесь наполовину номера. Он реально здесь огромный. Смотрите, сколько места. Все очень просто. Но есть даже два кусочка мыла, туалетная бумага и две бутылочки водички, которые мы сейчас поставим в холодильник. И всех наверняка интересует, сколько же стоит такой домик на этом острове, баунти на этом пляже. Просили тысячу бат, мы сторговались за 800 на сегодняшний день. Ну и как вы думаете, что нужно сделать первым делом, когда ты приезжаешь на такой остров и такой пляж? Конечно же, пойти купаться в это чудесное море. Рядом с нашим домиком расположилось уютное кафе. Туда мы еще сходим, прогуляемся и посмотрим, какие виды. Ласковое море, прозрачная водичка. С этой стороны немножко камешков. Посередине пляжа есть пирс. Возможно, сюда что-то приходит, что-то причаливает. Как вы видите, сам пляж довольно-таки небольшой. И здесь на сегодняшний день, я смотрю, днем не очень много людей. Ну и давайте уже затестим эту водичку. Я смотрю на Оли на лицо, довольная, счастливая, на ее улыбку. Ну, я думаю, вы и сами все прекрасно понимаете, видите. Вода просто сказка. Ну, для чего люди приезжают на острова, чтобы... Если где-то есть рай на земле, то он, наверное, именно здесь. На острове Самет, да. Хотя вы скажете, есть остров Калан. Он гораздо дешевле, да. Не надо столько заморочек, чтобы туда отправиться. Все равно там все по-другому. Другая атмосфера. Да, да, да. Мы ехали сейчас на байке. Глядя на эти домики. Здесь один гунгол, а все они в джунглях прям находятся. Да, и вообще, чтобы разнообразить свои путешествия, надо, конечно же, для этого и путешествовать. Надо ездить. Не сидеть на одном месте, да, не ездить только на Калан. Так что приезжайте сюда, наслаждайтесь такими местами и островами обязательно, друзья. И посмотрите, как удобно. Я что-то сразу не приметил. Пришел, ноженьки помыл. Все классно. В этой части пляжа таких домиков, как наш, довольно-таки немало. Я думаю, десяток, возможно, и больше. Здесь есть магазинчик небольшой и зона рецепшн, так сказать. Сидит бабушка, которая нам дала ключи и забрала денежку. И здесь также кафе. Посмотрите, как все оригинально. Какие-то цветные шарики. Вечером они, насколько я помню, подсвечиваются. Здесь есть бильярдный стол. И вот так с видом на море можно вечерком, да, хоть когда, сидеть и наслаждаться. Да, какой же старенький этот пирс. Но я помню, по нему проходил до самого конца. Но держит нас легковесов довольно-таки нормально. И сейчас я поверну камеру. Сказка, не правда ли? Надо приезжать в такие места, наслаждаться видами, наслаждаться моментами. Это же все эмоции. Это все действует на наш организм. В поисках еды мы с Олей отправились ближе к пляжу Сайкео. Насколько мы знаем, здесь всегда движуха. Здесь много кафе и ресторанчиков. Если пойти прямо вниз, то попадем прямо на белоснежный песочек этого пляжа. И неподалеку от этой развилки мы с Олей и нашли кафе, где мы отобедаем. Здесь же по-простецки припарковали наш байк. И вот такая вот синенькая кафешечка здесь. Столиков, наверное, штук 10. Тенечек, работают вентиляторы. Цены на острове, конечно же, островные. Но на халяву здесь прилагается уксус. Перец. И чили термоядерный, который, по-моему, здесь убывает потихоньку. И не спеша. Да, соусы, кстати, присутствуют. Хоть и это остров, но есть блюда и по 70, и по 80 бат, ребят. Здесь есть рис, даже с курицей, с какими-то морепродуктами. Есть блюда по 100 бат. Но, опять же, все будет зависеть от порции и от ее размеров. Том-ям, ну и другие супы здесь практически по 200 бат. Но, я думаю, здесь и порция будет немаленькая. Итак, наш сегодняшний обед. И в нашем рационе лапша доширак собственного производства. Шучу я, конечно. Друзья, это местная лапшичка. Она здесь вкусная, со всякими травками и с морепродуктами. Порция большая, стоит 100 бат. Салат с папайи стоит 70, да, Оля, бат? Да. И спрингролы с курицей стоят 100 бат. Итого 270 бат. Вот такой обошелся у нас обед. Сейчас попробуем, потом расскажем, да. Спрингролы нам вообще здесь очень нравятся в Таиланде. Это как наши блинчики. Да, да, завернутые. Да, с начинкой сразу завернутые в рисовое тесто и обжаренное. Так что рекомендуем пробовать. Ох, как смачно, Оля, хрустит эта корочка со спрингрола. Какие свежие и вкусные, ребята. Я хочу сказать, что в лапшичке они вообще морепродукты не пожалели. Здесь и креветки, и кальмары, еще какие-то щупальцы осьминогов попадаются. В общем, все здорово, а в салате просто орехов тьма. Ну, это для тех, кто любит орешки. Кстати, орехи они добавляют в очень многие блюда, и нам это тоже нравится. Арахис обжаренный, очень вкусно. Едем после нашего обеда. Сделали внезапную остановку, как ориентир, Аватар Резорт. Здесь какое-то пляжное кафе, и мы решили здесь же выйти на пляж. Только в таких местах, только на островах, вы увидите именно такую атмосферу. Вот здесь все как-то сделано особенно. Какие-то лежаночки, какие-то маленькие столики, которые тоже вряд ли где-то увидишь. Ну и, конечно же, песок, как мука. Я не знаю, конечно, не был на Мальдивах, но я думаю, что он примерно такой же. Вы только посмотрите. Вернувшись, мы накупались на нашем пляже, повалялись на этом белом песочке, как мука, переоделись и отправились прогуляться, посмотреть, так сказать, что у нас здесь рядом. А рядом у нас вот такая замечательная маленькая пальма. И вы только посмотрите, сколько на ней кокосов. Они здесь от мала до велика. Вы только посмотрите на эти маленькие. Они сперва похожи на какие-то орешки. Потом вырастают настоящие кокосы. А это кафе, которое находится рядом с нашим домиком. Здесь так уютненько. Даже в кокосах растут орхидеи. Обратите внимание, как это классно смотрится. Здорово. Вообще здесь все кафе, они все какие-то по-своему оригинальные. Я же говорил, какие-то стульчики, какие-то гнезда, какие-то качельки. Блюда здесь, конечно, и цены, они островные. Здесь самое дешевое, я посмотрел, от 100 бат и выше. Здесь также есть домики. Здесь кто-то живет, отдыхает, кушает в этом кафе с такими замечательными видами. Вечером здесь все подсвечивается. Вот эти все деревья. Все, в общем, здесь здорово, интересно, красиво. Мы сперва не поняли, нас Тайка зовет к этому столику, говорит, садитесь сюда или располагайтесь. Мы говорим, да мы пока не готовы, мы не голодны. Она говорит, да я вам сейчас что-то покажу. Начинает хлопать в ладоши и приплывает рыба. Здесь даже рыба ученая, ребят. Смотрите, вон есть желтые. Они уже обучены на хлопок. Видимо, им кидают какую-то еду. Но это просто космос какой-то. Представляете, если бы это были какие-нибудь огромные акулы, или киты, или дельфины. И я теперь понимаю, почему блюда от 100 бат чуть дороже. Ты платишь не просто за удовольствие покушать, насладиться едой, ты еще платишь за эти виды. Ребята, это стоит того. Ну и вообще, многую еду же сюда надо как-то привезти. Она же сюда сама не приходит, и здесь все не растет. На многие пляжи острова можно прогуляться самостоятельно пешком. Они здесь находятся поблизости. Да, идешь по джунглям, дышишь воздухом, смотришь, где кто-то вылазит. Шарохается, где-то кто-то лазит, какие-то жучки. Но у нас есть всегда охрана. Пес, да, он нас сопровождает. Так что нам совсем-таки и не страшно. Да, малыш, пошли. Буквально минут 10 пешком, и мы на соседнем пляже. Он называется Нуан. Спускаемся по бетонной тропинке к морю. Я бы так сказал, это какой-то крошечный пляж. Здесь, наверное, 10-12 домиков. Но здесь, опять же, все так уютно, компактно. Домики на возвышенности. Там какие-то красивые растения. Там пальмочки, там еще что-то. Там кафешечки. И вот такая атмосфера здесь везде. Мне здесь тоже нравится на этом пляже. Такой уединенный, такой маленький. Да, он, наверное, метров 50 всего шириной. От этих камней до следующих камней совсем небольшое расстояние. Но здесь все равно уютно и красиво. Домики есть здесь как маленькие, так и большие. Вот многие сделаны как бы на возвышенности, типа домики на сваях. И он далеко не маленький. И здесь таких немаленьких домиков немало. Вот, допустим, некислый домик. Очень даже большой. Он тоже на возвышенности. У него большой балкон. И там можно посидеть с красивыми видами. И стоимость, нам сказали, на сегодняшний день от полутора тысячи бат на этом пляже. А как вам вот этот домик или хижина дяди Тома? Она как будто в каких-то зарослях. Она вообще, по-моему, без стен, без ничего. Просто закрывается рольставни бамбуковой. И все, и ты там спишь. Наверху и внизу, насколько я понимаю, есть душ и туалет. Когда ты проснулся, можешь спуститься вниз. Вот здесь столик, стулья. Можешь покушать. Есть у тебя свой гамак. Ну, в общем, вот такие варианты, друзья, здесь тоже присутствуют. И я так понимаю, что вот это вот тоже либо душ, либо туалет. Тут рядом кафешечка. Все вот в таком стиле. Ну, в общем, кто здесь не был, сейчас вы будете иметь представление, как здесь на острове Самек. Вот еще одна интересная огромная хижина. Тут, я не знаю, можно разместиться большой семьей. Радом хижина чуть поменьше. Также стоят лежаки, столик. Все здорово, уютно. И рядышком есть душ и туалет. Оля сейчас правильно сказала, чем-то нам эти домики напоминают глэмпинг, да, какой-то кемпинг, отдых на природе с комфортом. И там, кстати, горит свет. Там, по всей видимости, кто-то живет. Тропинка нас вывела на следующий пляж. И он нас встречает огромными коттеджами, которые стоят на бетонных сваях. Очень красивые. Ну, я думаю, стоимость здесь, конечно же, не кислая. Белый песочек. Здесь можно поиграть в волейбол. Этот уже пляж, конечно же, побольше. И здесь, я так понимаю, готовится кафе к вечерней программе. На многих пляжах острова Самет проходит развлекательная программа. А именно фаер-шоу. Да, и вот так кафешки выставляют свои столики. Они, как правило, все заполняются. Играет музыка. Кстати, я думаю, на этом пляже она однозначно будет. Не зря они все это приготовили. Здесь уже многолюдно. Ну, и здесь много людей купаются, развлекаются. В общем, вечером здесь... Мы, кстати, посмотрим и покажем нашим зрителям вот такое шоу. А это что за гигантская качеля, похожая на нос корабля. Посмотрите, как здорово придумали. Привязали на тросы к дереву. Ну, прикольно. Вот такой день встретишь, если не на острове Самет. И вот так на таких мягких диванчиках можно вечером сидеть и любоваться морем. Кстати, вот эти все фонарики на деревьях, они вечером будут подсвечиваться и будет все красиво. И остров, кстати, вечером здесь однозначно поменяется. Вы его даже не узнаете. Да, все пляжи острова по-своему интересны. Буквально за полчаса мы пешком посетили два пляжа. И вот идет бетонная тропинка еще на соседний пляж. А также можно сделать здесь фотосессию с такими пирамидками. При желании вы можете сами здесь сделать пирамидку, это не возбраняется. Тропинка на соседний пляж, натуральный каменный заборчик, красивые растения. И за ними не менее красивые коттеджи. Они довольно-таки большие, интересные. И вот так прям на свежем воздухе можно сделать массаж. Эти милые девушки вам отмассажируют все, что хотите. За 350 бат. Это стартовая цена. Ну, как-то так. Островные цены, что вы хотели. Буквально 100 метров и новый пляж. И новая атмосфера, новая музыка, новые кафе и новые эмоции. Так что приезжайте на самет, не сидите, гуляйте, наслаждайтесь, отдыхайте. Но мы сейчас еще прогуляемся на этом пляже и будем ворачиваться назад. Скоро будет темнеть. А мы еще хотим проехать на какой-нибудь пляж и показать вам фаер-шоу. Ну, это мы уже сделаем на нашем байке. Посмотрите, как в этом кафе уже зажигаются красные фонарики. Как же все-таки красиво. А как будет красиво, когда стемнеет. Остров Самет с этой стороны, побережье, где мы с Олей поселились, это, можно сказать, сплошной пляж. Проходишь 100-200 метров и, нате вам, кафе, рестораны, бары, отели. И здесь на этом пляже, кстати, есть много баров, которые разукрашены яркой-яркой краской. И она вечером очень хорошо светится. А вот и медузы. По-моему, мы их видели даже 5 лет назад, да? Мне кажется, их немножко обновили. Ну да, да. За 5 лет они обветшали. Но эти выглядят довольно-таки неплохо. Зажгутся фонарики, и они будут всегда красиво подсвечиваться. Выпуски про остров Самет, где мы практически все объездили, есть на нашем канале. И вы их легко можете найти и посмотреть. Заодно посмотрите, как мы оболтусы. Снимали раньше, какими мы были молодыми 5 лет назад. Ну, а сейчас идем обратно к нам, сядем на байк и поедем уже куда-нибудь смотреть файер-шоу. Вечернее шоу. Да, вечернюю программу. Так что смотрите дальше. Конечно. Даже вода в море кажется какая-то розовая. Это невероятный закат. На острове они такие красивые, волшебные. Вернулись к нам. Кстати, по лесу уже вечером было идти местами темно. Если будете пешком, то берите с собой фонарики, ну или светите телефоном. И у нас уже на пляжике, да, кафешки. Да, скромненько, но уютно. Но все равно уже подсвечиваются. Давайте посмотрим, как это выглядит на берегу. Ну, что я хочу сказать. Ну, как-то вот так. Везде стараются. Вроде все просто, да. Какие-то палки, какие-то лампочки. Ну, это все смотрится настолько оригинально. Да, эти маленькие кафешечки, флаги какие-то. В общем, прикольно. Прикольно. Еще раз скажу, это можно увидеть только на островах. Друзья, мы сказали и мы сделали. Приехали на самый большой пляж, пожалуй, этого острова. Сайкео. Сайкео называется. И посмотрите, как здесь люди разогреваются перед фаер-шоу. Столики заняты. Я смотрю, здесь очень много китайцев. Иногда так проскакивают европейцы. Ну, в основном в этих кафешках именно азиаты, да. И здесь все уже в подсветочках. В общем, продаются кальмарчики, игрушки всякие разные. Но фаер-шоу начнется примерно через час. Мы тоже сейчас здесь где-нибудь потусим и обязательно его дождемся. Ты сказал про кальмарчики. Давай подойдем поближе, чтобы люди понимали, о чем ты сказал. Они так интересно висят. Вот так выглядят эти кальмарчики. Кстати, очень аппетитно. И вот так вот он их прокатывает, раскатывает. И они получаются как в пачках, знаете, которые вы покупаете в целом. Они уже вот в таком виде. Ну, честно говоря, я бы съел лучше вот такого, наверное, нежели прокатанного. Понятное дело, чтобы сесть в каком-нибудь заведении, надо что-то заказать. Просто так тебя сюда, конечно, никто не пустит. Мы вроде как не голодные, да, поздно обедали. Ну, допустим, чтобы заказать какой-то коктейльчик или смузи, вот такой, допустим, будет стоить 110 бат. Коктейли с алкоголем, да, какие-то есть. Вот здесь вот уже 180 бат. Да, мохито, я смотрю, по 180 бат. Здесь коктейльчики фруктовые, я так понимаю, они все по 140 бат. Бат с соком, содовая. На этой страничке все коктейли по 120. Ну, в принципе, почему бы не взять по 120 бат по коктейльчику и просто здесь не посидеть и не посмотреть шоу. Ну, либо скромно постоять в сторонке. Без коктейля, да? О, слушай, вообще скромняк за 70, 80, 90. Ребят, ну, в общем, имейте в виду. Можно взять вообще соду за 20, но я думаю, пусть это только на вот такой вот пластмассовый стол. И каждое кафе по-своему оригинально подсвечивается. У каждого кафе свои фонарики, этим они все и отличаются. Друзья, видимо, сейчас еще не такой высокий сезон и далеко не у каждого кафе проходит фаер-шоу. И мы прибежали, можно сказать, с Олей сюда, чтобы вам его показать. Субтитры сделал DimaTorzok Я так предполагаю, Оля, что, наверное, в декабре, когда приедет больше народу, тогда фаер-шоу здесь будет через каждые 5 метров. Просто вот в этом месте здесь, видимо, крутой отель. Здесь очень много народу в нем живет. Туристов. Да, может быть, здесь крутое кафе какое-то. И у них здесь именно вот свое фаер-шоу работает постоянно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наше новое утро на острове Самет. И со словами «Да пусть же оно начинается всегда именно так», мы первым делом, конечно же, побежали купаться в это теплое и ласковое море. После купания в море мы решили позавтракать на нашей веранде. Возможно, позавтракать это звучит громко, но кофе попить в такой атмосфере и обстановке – это круто, ребят. Со всякими тайскими вкусняшками, орешками, манго, ну и виды. Да, конечно же, самое главное, с какими видами мы это будем делать. Приятного нам завтрака! Желаем всем завтракать с такими видами хоть иногда. Вот такой вот тайский пёсель, совсем-таки молодой, он ещё щенок, видно, бегает, играется, прибежал к нам на веранду. Ты подрастёшь немножко, мы в следующий раз приедем, ты нас узнаешь. Поставили лежак? Это называется «Мы приготовили лежак для съёмки». Да, да, обтряхнули от песка вот этот замечательный дружочек. Решил, что это сделали всё для него. Ну всё, давай, я сажусь рядышком. Всё, давай, давай. Эх! Сейчас кое-что Оля отгрызёт. Вчера обстановка на пляже затмила наш разум, друзья. И мы совсем забыли рассказать вам об экскурсиях в Паттайе, но сегодня утром память вернулась. И мы решили исправить нашу ошибку. На самом деле в Паттайе очень много туристических и экскурсионных агентств. Прайсик одного из них у нас в руках, и мы по нему вам расскажем цены. Я совсем забыл, друзья, давайте здесь на берегу договоримся о том, что мы говорим цены в батах, а вы умножаете их на 2,7 и получаете стоимость в рублях. И мы будем говорить не только про экскурсии, но и про некоторые трансферы, потому что считаем, что они тоже будут вам интересны. Ну вот, например, военный пляж. Трансфер на взрослого 350, на ребёнка 250. Цена в обе стороны. То есть вас заберут с отеля и привезут назад. Там вы находитесь на территории самостоятельно. Шезлонги покупаете. И еду всё сами покупаете. В общем, там всё уже в вашем распоряжении. Также пляж танцующей девушки. Такая же цена. 350 за взрослого, 250 за ребёнка. Трансфер туда и обратно. Да, несмотря на то, что пляж танцующей девушки, он в два раза дальше находится, но почему-то цена именно в этом агентстве, она одинаковая. Многим взрослым и детям нравятся аквапарки. Аквапарк Рамаяна. 1200 бат. И, кстати, друзья, дети до 106 сантиметров проходят туда бесплатно. Вот такие приколы есть в Таиланде. Не менее интересная экскурсия, на наш взгляд, это парк Нонгнуч. Его стоит посетить взрослому 800 бат, а с ребёнка возьмут 600 бат. И да, кстати, в эту экскурсию входит катание на слонах, но это уже за отдельную плату. В Паттайе есть храм истины. Очень интересное место. Экскурсии туда возят за 700 бат. Но я считаю, что туда можно добраться на тук-туке и посетить его, купив там билет, всего за 500 бат. То есть сэкономите 200 бат на какие-нибудь себе вкусняшки. Экскурсий в Бангкок очень много. Они разнообразные и на любой вкус. В среднем цена 3000 за ребёнка и 3500 со взрослого человека. Вы только посмотрите, какой домик есть на нашем пляже. Сделан в виде корабля. По-моему, оригинально. Но вернёмся к нашим экскурсиям. Двухдневный на речку Квай. Говорят, кто приехал в Таиланд, в Паттайю и не побывал на этой реке, тот, значит, ничего по сути и не видел. 2700 детский, 3700 взрослый. С посещением водопада Эрован. Это очень красивое место. Мы тоже там были. Вообще, конечно, экскурсия эта зачётная. Всем рекомендуем. Вот такой тайский быт на острове Санет. Да, здесь у ребят прям свой гараж. Они здесь перебирают сети. Вчера вечером поехали на рыбалку. Сегодня сетки сняли. Распутывали рыбу. В общем, у них здесь всё налажено. Своя мастерская. Но продолжим про наши экскурсии. Экскурсии в Камбоджу, наверное, считаются одними из самых дорогих. И в этом прайсе стоимость зависит ещё от отеля, в котором вы будете там ночевать. Отель 3 звезды, 6800. Отель 4 звезды, 7800. Про детей здесь ничего не сказано. Экскурсия на 2 дня с посещением храмов. Всё красиво. Мы там тоже были, но программы у всех разные. Но стоимость, конечно, в переводе сейчас на рубли, она какая-то запредельная. Особенно, если у вас семья там 3-4 человека. В общем, считайте сами. Ну и вообще, и на все другие экскурсии, которые мы вам назвали, умножая на 2,7, конечно же, цены, друзья, поменялись по сравнению с тем, когда мы это всё посещали. Друзья, время, как всегда, летит незаметно. Особенно в таких местах, как этот замечательный остров. Мы вернулись на этот пирс, сдали здесь байк и сейчас будем отправляться в город Районг. Оттуда, в Паттаю, как, мы ещё сами даже не представляем. Ну, как-нибудь доберёмся. Остров Самет нам нравился всегда и в этот раз, конечно же, мы от него без ума. Всем советуем сюда приезжать. Ну и этот выпуск, если вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Надеемся, они будут такими же интересными. Но мы вам желаем новых путешествий, всегда отличного настроения и увидимся уже в новых выпусках. Всем пока, друзья. Всем пока. Пока. Отправляемся в путь до острова Самет. Лёгких путей ищем. И места наши ни на каких, ни на табуретках. Здесь вас встречает чудесная женщина. Здесь мы с ней ночевали пять лет назад. А ещё моя бабушка бы сказала, что она бесстыжая. И в нашем рационе лапша доширак. Всё здорово. Всё. Давайте, мы молотали. Всё.